Аминь, аминь. Вы можете присесть. Итак, начнем с PowerPoint. Это Ваера. И что это означает? И Он явился. Представьте, если Господь бы явился к вам. Чтобы вы помнили, в среду был, когда произошел тот потоп. Бытие 17, 15-19. И прочитаем, что Бог сказал Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарию, но да будет имя ей Сара. Я думаю, это интересно, если вы это помните. Бога... Слово это... Он дал одну ей, дал Саре, другую ей, дал Аврааму. И поэтому они могли произвести эту жизнь. Мы все хотим быть благословенными нашими родителями. Но как это быть благословенным Богом? Я благословлю ее, и дам тебе от нее Сына. Благословлю ее. И Он это подтверждает. И произведут от нее народы, и цари народов произведут от нее. И что Авраам сделал? Он пал на лице Саио и рассмеялся. И я думаю, это интересно. И сказал, где? Он не сказал это словами. Он сказал в своем сердце, сам себе. Неужели от 100-летнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? Конечно, Бог ничему ему не сказал, хотя Он сказал что-то Саре. И сказал Авраам Богу, хотя бы Измаил был жил пред лицем твоим. Боже сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. Бог назвал, дал ему имя. И он отдал это имя заранее, в год заранее. И потом, и поставлю Завет мой с ним, Заветом Вечным, и потом своего после него. И потом Бетия 17, 21, 22. Второй раз. Но Завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, сие самое время на другой год. И Бог прислал говорить с Авраамом, и вышел от него. Когда говорит, это самое время, я не слышу. Это когда-то встреча, Моэйд. И какой встречи он говорил? О Пасхе. Исаак родился на Пасху. И потом Бетия 18, 21, 2. Явился ему Господь. Господь, это Юдвей Хадвей. Это очень важно. Это кто ему явился. И что мне интересно, это много евреев говорят, Бог никогда не виделся как человек. Но здесь, я не знаю, как они могут объяснить этот стих. У Добравой Мамри. Знаете, где это место? Это Хеврон. Это где он явился. Когда он сидел при входе в шатер. Во время зноя дневного. И одно, он только принял это обрезание. Это восьмой день обрезания. Он там сидит. И возвел очи свои из зену. И вот, что он увидел? Три мужа стоят против него. Увидев он, побежал навстречу им, отхода в шатер и поклонился до земли. И что очень интересно, в конце этой истории, сколько из вас знает, когда вы говорите, ты, это единственное множественное число. Но мы только понимаем, мы это не знаем, только узнаем по контексту. Но на еврейском есть, очень легко понять, если это единственное и множественное. И я вредил с раввином. И очень интересно, когда вы понимаете, что происходило. Сколько из вас знает, что английский не самый лучший язык? В Бытие 18, 3-9. И Авраам сказал, «Владыка». Это что по-английски написано «владыка». Но правильно переводится как «владыки». Надо понимать, когда множественное и когда единственный род. Когда он обращается к «владыке», он обращается ко всем, не только к одному. И это слово «Адонай». Если я беру благоволение перед очами твоими, и опять это множественное число. Многие евреи, когда они это читают, они видят «владыка» и думают, что он только к одному обращается. Мы думаем, что это единственное число. Но он говорит ко всем троим, когда говорит, «Не пройди мимо раба твоего». И опять множественное число. И принесут немного воды, и моют ноги ваши. Это все их ноги. Когда мы говорим, «Господин» или «владыка», мы думаем, что он только обращается к одному, но он говорит ко всем трём. «И отдохните под всем деревом, а я принесу хлеба, а вы подкрепите сердце ваше, потом пойдете, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали. Все три начали говорить одно время. Можете вы это представить? Они все говорят в то же самое время. «Сделай так, как говоришь». И что Авраам сделал? И поспешил Авраам в шатюр к саре, и сказал, «Поскорее замеси трясатой лучшей муки, сделай пресное хлеба». И потом что? И побежал Авраам к саду, и взял телёнка немного нежного и горожего, и дал отраку, и тот поспешил приготовить его. Взял масло и молока телёнка. Как это связано с кошером? Это молоко и масло. Евреям это тоже не нравится. Они говорят, что он дал молоко три часа спустя. Что происходит с молоком три часа спустя? Ну, здесь есть три человека, которые говорят, как один человек. Мне интересно ли это? Здесь, это книги Дени. Он имеет значение, и потом, как оно пишется, и как число. Когда есть это слово «Адонай», это всегда множественное число. И когда мы читаем «Адонай», нам надо понять, что это множественное число. Это не единственное число. Никогда. И потом, может, или твой господин, или твой господин, это женский или мужской род. И это разные способы, как можно сказать «Адонай», смотря, кто это говорит. Но что вы должны понять, это «Адонай» никогда не является в единственном числе. Когда мы говорим, это «Три в одно», много это даже не замечают. Но это в этой книге, которая у нас есть здесь. Это «Чрезвычайная жизнь евреев». Я просто показала вам одну картинку с этого. И вы можете или у нас купить, или на интернете. На Hebrew1.com. И я думаю, что это важно понять, что «Адонай» всегда в множественном числе. Потом Бытие 18.10. И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жена твоей». А Сара услышала у входа в шатер сзади его. Следующий сыр, Сара внутренне рассмеялась, сказав «Не ли когда я составилась иметь ее утешение?» «И не Адонай, а Юга-Вадвей, и сказал Господь Аврааму». «Отчего эта рассмеялась?» Сара сказал, «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» Кто, кроме Бога, мог знать, что она рассмеялась? Только Бог мог это знать. Бытие 18.10.15. «Если что трудное для Господа, и потом что говорит?» «Назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Какой-то назначенный срок это в Пасу, и потом Бытие 21.6. И сказала Сара, «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». Поймите это. Авраам и Сара начали смеяться. Я могу просто представить, как они смеялись обо всем этом. Бог не смеется. Некоторые понимают, что Бог смеется, а другие это не понимают. Мы читаем Псалтарь 2.24. «Восоюз цари земли, и князья совещаются на место против Господа и против помазника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущие на небесах посмеются, Господь поругается им». Могу просто представить, что все эти люди Излама восуют против Израиля, а Бог сидит на небе, и Он поругается над ними скоро. Псалтарь 3.7.12.13. «Нечестивые словом шляют против праведника и скрижают на него зубами своими. Господь же посмеется над ними, и повидит, что приходит день его». Ио 5.22.23. «В послушании и голоду посмеешься, и зверей земли не убейся, либо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобой». Это очень интересно. Пс. 18.20.22. «И сказал Господь, «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, тоже ли они поступают так, как вопль на них, зайдешь ко мне, или нет?» «Узнаю». Мы говорим об истреблении Содома и Гоморы. Какое время это произошло? В Пасу. Теперь мы понимаем. Если вы это понимаете и знаете, это что Содом и Гомора были истреблены в Пасу. Это однозначное время. Юве Гадвей, который сказал, «Зайду и посмотрю, и потом я узнаю, так кто сошел?» Юве Гадвей. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Аврам же еще стоял пред лицем Господа. Так кто спустился? Юве Гадвей. Сколько было Юве Гадвей? Очень нелегко понять. Теперь Аврам говорит Юве Гадвей в 32-м стиху. «Та не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10?» Он сказал, «Не стеблю ради 10». И я пропускаю стихи. Но вы знаете, сколько евреев хочет... Сколько людей в сужении? Хоть 10 людей. Святая идея, что Бог нуждался в 10 людей, это связано с этим всего. И поэтому они думают, что они нуждаются в 10 людей для сужения. И Аврам старается как-то убедить Бога. Он стал самым первым еврейским юристом. Это откуда все евреи получают эту способность? Глава Тора начинается с госеприимства Аврама. Как он заботится об этих странниках. И теперь что мы видим? Что он вмешивается за группу, которые не его семья, не его народ, не его национальность, не его даже религия. Но он беспокоится об их судьбе. Он молится об этих, которые жестокие. Кто бы из нас молился за тех, которые неправильники? Мы бы сказали, нет, хай Бог лучше их накажет. Что мы видим? Пути 19.1. И пришли те два ангела в Содом вечером. Это ангелы или посланников. Итак, это люди, которые посланники. Может, это даже был Юве и Хадвей. И пришли в Содом вечером, когда мы думаем о Пассе. Может, это было Ниссан 14 до 15 дня. Когда Лот сидел у ворот Содома. Что означает сидеть у ворот? У него есть эта власть. Он один из судей. Это что означает сидеть у ворот? И потом мы читаем. Лот увидев и стал, чтобы встретить их, и поклонился лицам до земли. И, что интересно, Авраам сначала подумал, что они люди. Он сказал, я видел три человека. И потом он понял, что они больше, чем просто посланники, чем просто люди. А Лот их видит. Но вы знаете, что интересно, что они просто посланники? Он подумал, что они просто посланники. Но что интересно про имя Лота, на еврейском языке, это первая буква, это что? Ламед. И что ламед означает? Власть. Ламед означает власть. Власть. Это пастух. Следующая буква – это ВАВ. И ВАВ – это что? Это И. Это связь. Это власть, которая связана с... И ты. Это ТЭТ. Это связан с змеей. Он дал свою власть змее. И много церквей это тоже сделали. И сказал, Государь мои. А какое еврейское слово? Это Адонай. Здесь они переводят его правильно, как Государь. И когда вы знаете еврей, вы можете правильно это понять. Зайдите в дом раба вашего и ночуйте. И умойте ноги ваши и встаньте по утру и пойдете в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночем на улице. Батия 19.3. Он же сильно упрашивал их. И они пошли к нему. И пришли в дом его. Он сделал угощение и испек пресные хлебы. И это праздник непресного хлеба. Леонид ели. Лот хотел провести гостеприимство, но также хотел увезти их оттуда. Он знал, что происходит в этом месте. Еще не легли они спать, как городские жители, садамляне, от молодого до старого. Весь дорогой со всех концов города окружили дом. И начали стучать. Это показывает их не жестокость к незнакомцам. И какой был грех у Содома и Гаморы, когда мы думаем об этом? Очень много они неправильно делали. А какой корень всего этого? Езекида 16.49.50. Вот в чем беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее. Гордости. Пресыщение праздности. Посмотрите на интернет. Люди, заполненные гордостью, пресыщенностью и праздностью. И потом попадают в разные проблемы. И она руки бедного и нишнего не поддерживала. И возродились они. И делали мерзии пред лица Моим. И, видев это, я тверг их. И потом 14.15 стих. И что Лот делает? Он вышел, Лот, и евреет говорил за тями своими, которые брали за себя дочери его. И сказал, встаньте, выйдите из его места, ибо Господь истребит сей город. Но за тями его показали, что он шутит. Можете вы это представить? Кто-то забегает в театр и кричит, огонь. Все успеваются и убежут. А если кто-то смеется и говорит, пожар, то никто ему не поверит. И так, это показывает, что Лот не поверил. И так он сказал, о, Бог истребит этот город огнем. И это должно предупредить нас, чтобы мы должны быть серьезны, когда мы говорим другим о суде, который ожидает их. Если мы будем слушать, как будто мы шутим, то другие нас не послушают. Но когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Сколько было в семье Лота? Восемь. Восемь. В семье Лота. Лот, его жена, две дочери, которые с ним, и другие две дочки, которые с их мужьями. Это восемь людей. И так, поэтому он думает, что эти восемь правильники. И он такой, Авраам сказал, мне просто нужно найти два человека, чтобы Бог их спас. Путие 19.24. Покажу я вам это. Перед тем, как я дальше пойду. Что имя Исаака означает? Смех. Это что он означает? И вот эти три буквы, Саккат. Сколько было Аврааму? Сто. Куф — это сто. И Сады — это девяносто. Это сколько было Сария? И так, это слово «смех» означает, что сто и девяносто собираются вместе. Я всегда думал, что это интересно. Придем дальше. Это тоже было интересно. Биттие 19.24. «И пролил Господь на Содом и Хамору дождем серу и огонь от Господа с неба. Есть Ю-Хей-Вадвей на земле, и Ю-Хей-Хадвей на небе, и потом Ю-Хей-Хадвей на Содом и Хамору дождем серу и огонь от Ю-Хей-Хадвей с неба». 26 стих. «Жена Желотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». И вопрос для вас. Мы знаем, что она стала этим столпом соли, потому что она повернулась. Но почему она повернулась? Подумайте об этом. Кто с ней пошел? Ее две дочки, которые не замужем, а кто не пошел с ней? Другие две дочки с их мужьями. Почему она поворачивается? Ей было интересно, если они тоже идут за ними. Кто-то также сказал, что она хотела умереть вместе со своими двумя другими дочерями. Другие говорят, что это было мера за меру. Жена Лота, она была так же жестока к этим странникам. И когда люди пришли там поспать ночью, и поэтому она очень расслабилась. И поэтому, когда они пришли ей домой, она пошла, взяла соли всех соседей, чтобы потом покормить соль этим странникам. Из-за этого это было наказание, что она стала этим соли. И потом 21-14, Авраам встал рано утром и взял хлеб и мех воды и дал Агаре, потому что Измаил посмеялся над Исааком. И что Агар означает? Х означает что? Гер это странник. Ее имя было странник. Авраам дал Агаре, взял хлеб, мех, воды и положил на плечи и отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась. Давайте подумаем об этом. Какой был статус финансов у Авраама? Возвращаемся в Бесе 13.1 под Тароси. И поднялся Авраам с Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лод с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и сребром золотом. Мы знаем, что у него было 318 слуг. Мы читаем, Бече 14.14. Авраам услышал, что стройник его взял плен, вооружил рабов своих, рожденном в доме его. 318. Почему он не дал золото Агаре? Почему он не дал этих животных? Почему он не дал своих рабов, чтобы их защищали? Не интересно ли это? Почему? Просто хлеб и воду. И у него столько богатства и защиты. Одно сказать, отпустить его с многим, но он не посылает ни с чем. Есть два ответа, которые я прочитал. Первое. Авраам не переживал, потому что Бог обещал, что Агаре будет, что она будет под его защитой и что изменил санит нации. Но я думаю, это интересно. Бытие 22.2. Следующее, что мы читаем, это время принести жертву Исаака. Бог сказал, возьми сына твоего. Возьми сына твоего. Кто видит это как повеление? И просто Авраам скажет, да, сразу. Это, как оно, что-то написано на еврите. Вайомер, которое мы читаем, и он сказал, но это не переводит на английском. Возьми. Но есть это слово «пожалуйста». Вы не встречаете это на английском. Бог говорит, Авраам, можешь, пожалуйста. Это был какой сын? Измаил или Исаак? И потом Бог говорит, ты единственного твоего. А что это означает? «Которого ты любишь?» Он понял. Окей, Исаак. Чтобы не было никаких сомнений. И пойди в землю, Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Это интересно. есть Авраам, который бьет Исаака. Сколько было лет Исааку? Мы всегда его представляем как маленького мальчика. Ему было 37. Как мы знаем, потому что Аврааму было 137. Аврааму 137. Исааку 37. Вы думаете, Исаак бы смог убежать, если он очень захотел. Итог, он был готов идти с Авраамом. Он был готов лечь на этой жертвой, чтобы Авраам завязал ему руки и ноги. И поэтому Исаак это он показывает нам на Мессию. Так, Аврааму 137, а Исааку 37. Мы знаем, что был этот баран или огненок, который был запутан в этих деревьях. Это почему-то происходит в Рошашанах, когда трубится этот шофар. Потому что он потому что этот рог это показано в Рошашанах. И тот день 37 лет спустя, когда Исаак родился, он должен принести его жертву в Рошашана. И почему вы думаете, Авраам был готов принести своего сына в жертву? Бог ему обещал, что завет будет через него, хотя у него нет еще жены. И Авраам говорит, если ты не обмануешь, я верю, что ты его воскресить из мертвых. Он не хотел его убить. Он был готов убить, чтобы Бог мог его потом воскресить. И мы читаем Евреям 11, 17, 19. Верой Евреям, будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес Единородного, о котором было сказано. Исааке нарисуется тебе семья, ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить. Почему и получил его признан винование? Мне кажется, он видел воскресение, когда потом воскреснет этот сын в опасу. Он не только видел, что Исаак воскреснет из мертвых, но он также видел, что придет день, когда отец принесет своего сына в жертву и потом его воскресить. Возвращаемся к Бетия 22, 19. И возвратился Авраам к отрокам своим. А где Исаак? И мы только думаем, что Авраам возвратился. И встали и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавии. Очень это интересно. Лучше надо посмотрим на следующей неделе. Сколько было Аврааму? 137, когда умерла Сара. Поэтому если Аврааму 137, когда Сара умерла, сколько было Исааку? 37, когда его мать умерла. Потом мы читаем, что он скорбит три года. бытие 23, 1, Таросик. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Крием, в Альбе, что ныне Хеврон, земля Гананской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Потом бытие 25-20. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку дочь. Но есть некоторые, что очень, я думаю, интересно. Почему он говорит о жизни Сариной, когда она умерла? Почему он сказал «Жизнь Сариной»? Не только это. И мы потом начинаем, что Сара умерла в каком городе? Хевроне. Хевроне. А где Авраам живет? В Иерсаве. Так подождите. Сколько из вас женщин оставили бы вашего мужа, если бы он убил вашего сына? Итак, что происходит? Авраам и Исаак идут в Иерусалим. Итак, она переходит в Хеврон. И потом Авраам возвращается в Иерсаве, ее нету. И она умирает в Хевроне. Это почему он приходит в Хеврон, чтобы ее оплакать. Этих три года были не самые лучшие годы их совместной жизни. Три года Авраам и Сара в конце она Сара умерла без своего мужа. я не думаю люди об этом думали раньше. Мы больше об этом говорим на следующей неделе. И заканчив это чуть раньше, потому что я точно буду говорить в следующей части. Итак, отец Итяг, я благодарю за всех тех, которые здесь собраны, хотя мы собираемся раньше. Блазови те, которые также смотрят нас по интернету, те, которые из Соединенных Штатов. Отец, чтобы этот Шаббат был Шаббат, не сравнивается с другими. Потому что сегодня, когда мы слышим Твое слово, чтобы оно не просто входило в наши уши, но также входило в наше сердце и меняло нашу жизнь. И мы просим, чтобы было это изменение. И мы просим за тех, которые вокруг мира, которые приносят эту торгу к народам. Мы обладаем за израилью. Мы также хотим помочь тем, которые здесь живут. И так мы так благодарны тех, которые имеют это большое сердце, чтобы Твое царство распространялось во время Ишиа. Аминь. Благодарен Ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной, Ты благословил нас Твоей Твое правдой. Ты благословил нас всем советом Твоего живого слова. Через силу Твоего Духа Святого, через законченного дела Мессия Ишиа. Ты один посидел между нами жизнь вечную. Благодарен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Аминь. Отец, мы так благословим нас, что Ты нас так любишь, что мы Твои дети обе Твоего паства. Здесь мы молимся, чтобы каждый из Твоих овц, чтобы они были обеспечены. И мы очень заботимся о Твоих овцах. Итак, мы молимся за всех, тех, которые болеют, какие-то болезни, недостатки, или те, какие-то раны, может, эмоциональные раны или повреждения. И мы знаем, что Амалик всегда нападает на те, которые дети, те, которые старые. Итак, мы просим, чтобы Твоя защита была над ними. Мы также молимся за те, которые имеют финансовые нужды, чтобы Ты открыл эти ворота неба, чтобы Ты дал эти финансы, которые нуждаются, используй нас. Те, которые нуждаются в мошене, в работе, в еде, мы хотим быть там, чтобы помочь Твоим овцам. Мы также хотим молиться о нашем народе, и те, которые вокруг мира нас смотрят, молитвы ваших лидеров, религиозных, политических. Я верю, что сейчас есть время, когда ты разделяешь коз от овец. Мы хотим помолиться за наши народы, чтобы были этот народ овц, не народ коз. И мы также молимся за народ Израиля, потому что у них сейчас война. Мы просим, чтобы Ты окружил их Твоей защитой. Пусть Твои ангелы будут наблюдать за ними. В Твоем слове написано, что ты смотришь на эту землю с начала года до конца. Итак, мы просим, мы умоляем, чтобы Твоя защита, Твое спасение для Твоего народа. Во имя Ишиа, аминь. Вы можете присесть. Я люблю благодарить тех, которые смотрят нас по интернету. Я не верю, что все, которые проснулись утром, рано утром. Но у нас есть люди, которые нас смотрят из Южной Африки, Бразилии, Ирака, Ганны, Мексики, Свиден, Израиля, Англии, Канады, Ямайка. Давайте поглопим для них. Также я вижу все люди со всех штатов, которые нас смотрят. Мы благодарны за вас. Я верю, что этот Шаббат, вторая часть, и следующий Шаббат, вторая часть, это будут одни из самых важных слов, которые я говорил. Я хочу, чтобы вы хорошо слушали Иисус 17, 16, потому что Господь обещал, что будет он воевать после Амалека, от народа до народа. И я буду говорить об этой войне с Амалеком. Как я говорю, показывать на Иран, как я позже покажу, с рода в род. Я верю, что это будет происходить от этой весны до следующей весны. Мы увидим эту борьбу, которая описана в Исаии 17, главе, и которая описана в Салме 83. И я вам объясню позже, почему. Бытие 10, 21-22 сих. Мы знаем про Сима, были дети у Сима, отца всех сынов Иверовых. Этот перевод неправильный. Он был прапрадедушка Иверовых, старшего брата Иофетова, сын. И теперь он будет нам говорить, кто эти дети Сима. Какой первый родился? И Лам, Асур, Альфа Оксан. И это был дедушка Ивера, Луд и Арам. Кто знает, кто произошел от Эбера? Кто произошел от Эбера? Эбер, это откуда это слово евреи. Эбер разрезает перейти. И он был потом Эбера. А кто произошел от Элама? И где Элам жил? Это на что мы будем смотреть сегодня. Значит, чтобы вы знали, что Элам был Сем первородный. Итак, И исход 16, 1 по 3 сих. Это после этих ранее знаков, когда они уже перешли через море, и двинулись из Елима, и пришло все общество снов Израевых пустыню Син, что между Елимом и между Синаем. Пятнадцатый день второго месяца. Какой первый месяц в календаре НИСАН? И потом идет ИАР. Месяц календаря этого второго месяца ИАР. Я хочу чтобы вы заметили, что в прошлом году все события произошли в тот день, когда они оригинально произошли. Пятнадцатый день ИАР. Какой день недели это было? Я могу сказать, какой день недели это было? Это был Шаббат. И если вы заметите, шестое, на шестое, мы прочитаем, что это пятнадцатого ИАРа. Вы это видите? Как я знаю, что это был Шаббат, потому что из-за следующих стихов. Я вам покажу. Здесь написано по выходе их из земли Игипетской. И возрептал все общество сынов Израевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сына Игипетской, если бы мы умерли от руки Господня в земле Игипетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, и вывели в нас эту посинюю, чтобы все собрание это умолить голодом. Они ушли в Ниссан 15, и теперь уже Ияр 15 день. Как луна выглядит в 15 Ияра? Новая луна пол это полная луна. Вам надо помнить это первое это 15 это полная луна и это все связано с циклом луны. И потом только месяц спустя. Иисус 16 8 И сказал Моисею, знаете, когда Господь вечером даст вам мясо пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. Итак, смотрим. это тот день получили это мясо. И он говорит, потом вы получили ману в следующий день. Это как мы знаем, потому что они кушали ману шесть дней, и потом они собрали две части в пятницу, и потом опять отдыхали в шаббат. Вы не можете иметь шаббат посетение, если только оно так произошло. Исходы 17, 1-3, и двинули все очередь со сынов израевых, и спустя не сейн путь свой, по велению Господнюю, и расположили саном Ри-Фидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить, и сказал им Моисея, что вы укоряете меня, что искушаете Господа. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить, жаждая нас и детей наших, и стада наше, сада наше. Если это камень называется Моисея, живая вода, потом вода исходит с этого камня, я хочу, чтобы вы знали, какой день недели это произошло, но что происходит дальше? На картинке они возмущаются первой недели, потом на следующей неделе опять возмущаются, и потом Амалик приходит. Когда мы возмущаемся, потом Амалик приходит. И пришли Амалик и Тяне и выливались израильтинам в Ефедиме. Моисей сказал Иисусу, выбери на мужей и пойди срази с Амалик и Тянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амалик и Тянами. А Моисей и Аарон и Орн зашли на вершину холма, и когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. И вот Он поднимает руки и не говорят, что эта битва произошла два дня. И потом Иисус 17, 16, ибо сказал, рука на престоле Господа брань у Господа против Амалик из рода в род. Каждое поколение будет иметь эту битву против Амалик с Амалик. Как Иисус был Амалик с Амаликом в следующем году, опять будет битва против Амалик. Это произошло где-то 13 тысяч 300 лет до нынешнего эры. Потом Саул приходит. Первый царь, 15, 2, 3, это уже где-то 1000 до нынешнего эры. Так говорит Господь Саул. «Вспомнил я о том, что сделал Амалик. Убогохорошая память, Израиль, и как он противостоял ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди порази Амалика и истреви все, что у него, не давая причады ему, но предай смерти от мужа до жены». А что Саул сделал? Он не сделал, что ему Бог сказал. Первое царство, 15, 32. «Потом сказал Самуил, приведите ко мне Агага, царя Амалик 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 Как зовут этого царя? Агаг. И что происходит 400 лет спустя? Уже где-то 1600 до нынешнего эры. Это когда Иерус и Семьон. Потом 100 лет спустя. Теперь 500 до нынешнего эры. И это было 500 лет после Саула. Теперь эти Персии завоевали Вавилон. Так все евреи, которые были в Вавилоне, теперь присоединяются в Персию. И евреи все думали, что все безопасно. Потому что они уже привыкли. Уже 100 лет они прожили в Персии. Но что происходит? Есвей 9.24 Как Аман сын Амадафа Вогиенянин. Он после царя Амалика Агак был царем. И так он произошел от этого царя Агак. Амадафа думал поубить людей и бросал об поглюблении их. Здесь мы встречаем царь. Амалик находится в этом месте. Нееме был в этом городе. Слово Неме сына Агалина в месяц кисле в 20-м году. гонялся в Сусах в престольном городе. Где этот город находится? Давайте посмотрим. Данила 8-1-2 Третий год Саваня Валтасар царя явился мне Данилу видением после того, которое явилось мне прежнее. И видел я видение и когда я видел я был в Сусах в престольном городе в области Еламской. И видел я видение как бы я был у реки Кто такой Елам? Вот наша генеалогия есть Шэм и посредине потом есть Факт и потом идет теория которую делал Авраама потом здесь линия но также мы имеем Элама и знаете кто такой Элам? Тоже Авраам это вообще от Элама произошел Иран Вот эти все арабские страны они в желтом и на комминске они говорят арабском но справа есть Иран они не говорят по-арабски они говорят по-фарси если вы едете в Иран и вы видите где Куэйт направо то местности есть Элам и посоединяется Сусас это где был этот престол вот мед и персия они забрали все Вавилона в Иисуса это трон Элама это откуда Авраам ушел от ура халдейского и потом мы видим где была эта башня построена это Иран это показывает Амалика Смотрим дальше Иеремия 49 37 до 39 сих и Бог говорит и поражу еламитян той лам Иран страхом пред врагами их и пред ищущим души их и наведу на них бедствия гнев мой говорит Господь и пошлю слеть их меч доколе не стеблю их и поставлю престол мой в Иламе и стеблю там царя князей вот Бог говорит я поставлю свой трон в Иламе да его трон в Иерусалиме но не убьют еще один престол в Иламе и писал мой в Иламе и соблю там царя и князей но когда-то произойдет но последние дни это прожило для нас сегодня возвращу плен Илама говорит Господь Иеремия 25 15 18 ибо это танах это Иеремия ибо так слава мне Господь Бог Израиль возьми из руки моей чашу сию с вином ярости напои из нее все народы которым я послал тебе вот это ярость Божия и это вино пойдет всем народам и что дальше мы читаем и они выпьют и будут читаться я взял и взял я чушь из руки Господней напоил из нее все народы которые послал мне Господь Иерусалим и города иудейские и царей и князей чтобы опустошить их и сделать ужасом посмеянием и проклятием он сказал все народы должны пить с этой чаши даже Израиль и потом откровение 16 19 и город великий распался на три часа и города языческие пали и Вавилон великий восполнит пред Господом чтобы дать ему чашу вина ярости и гнева его это о чем Иеремия и Аврел происходит сейчас Откровение 14 19 и 3 ангел посетовал за ними громким голосом кто поклоняется зверю и образу его снимает начертание на чело свое или на руке твоей тот будет пить вино ярости Божией вино цельное приготовленное в чаще гнева и будет мучим огнем и серия пред святыми ангелами и пред ангцем Откровение 17 4 5 и жена облечена была порфиру и бавреницу украшена золотом драгоценными камнями и жемчаном и держала золотую чашу в руке своей наполненной между всеми и нечистотой благодейству ее начали написано имя тайна бавилон великий мы живем в время которое иремия и данил увидели иремия 25 26 29 и всех царей севера близких друг к другу и дальних и все царства земные которые на лице земли а царь сесафа выпьют после них и скажи так говорит Господь Савов Бог Израиль пейте и опоняйте и рыгните и падите не вставайте при виде меча который я пошлю на вас если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей чтобы пить то скажи так говорит Господь Савов вы непременно будете пить ибо вот на городе на который наречено имя мое я начинаю наводить бедствие и вы ли останетесь ненаказанным им Бог говорит если я наказал своих детей вы думаете другие народы что я вас не буду наказывать если я наказываю своих детей я буду наказывать вас так же нет нет не останетесь ненаказанным ибо я призываю меч на всех живущих на земле говорит Господь Савов насколько людей Божий меч будет на всех живущих на земле Иеремия 25 30 до 33 посему провеки на них все слова и скажи Господь возгримит высоты и из жилища святыни своей подать глаз вой страшно возгримит население свое как топчущие вточили восхитнет на всех живущих на земле похоже ли это на откровение шум дойдет до конца земли ибо у Господа состязание с народом он будет садиться всякую плотью нечестивых он предаст мечу говорит Господь так говорит Господь совов вот песня пойдет от народа к народу и большой вихмер поднимется от краем земли и будут поражены Господом в тот день от конца земли до конца земли и не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены похоронены навозом будут на лице земли поможем ли это на последнее время Псалтирь 83 1 до 5 это проще слово которое еще не произошло не примолчи не безмойствуй и не оставайся покоем Боже ибо вот враги твои шумят ненавидишь тебя подняли голову против народа твоего составили коварный умысл и совещали против храним в тобою сказали пойдем и срабим их из народов чтобы не миналось более имя и зайба и кто задействован этим Псалтирь 83 36 по 8 селения едомовы измальтяне муав и агаряне кто такие агаряне они от агаря гевал омон и амалик вот амалик есть имяне жителями тира если прислал к ним они стали мышцами для сынов лотвы кто они такие можете это сфотографировать едом омон муав это иордан гебал итир ливан вы знаете какие страны на них нападут ассур это ирак есть имяне и амалик это агаза амалик гази это где они были когда они ушли с египта когда они вошли в эту бетонную землю на них напал амалик это было вгазе это где амалик присутствовал и потом агряне и измальтяне это сирия садовская аравия египет это битва которая будет происходить в следующем году но еще но также есть истая семнадцатая глава она говорит о войне поруче дамаски вот дамаск исключается из числа городов и будет грудой развалин итак итак истая война истая семнадцатой главы истая Я забыл проиграть одно из роликов, и это сын Хамаса, он скажет нам короткое слово о Хамасе. Его отец, это он образовал эту группу. Почему мы не можем дать Хамасу, что они хотят? Потому что Хамас — это не только политическая террористская группа, это религиозная террористская группа. Если она просто была политическая, мы могли бы поставить давление на них, чтобы они не дошли до этого места, где они просто сдались. Они бы пришли воевать, но Хамас, вы не можете загнуть, потому что им лучше умереть, чем отбавить их идеологию. Они думают, что они святые, что у них эта миссия в жизни — это истребить Израиль, заставить 10 миллионов израильтян, чтобы переселиться, чтобы построить ихнюю исламскую страну. Мы не можем дать им, что они хотят. Йохам Санлар — это кто раньше был в тюрьме, его выпустили, когда поменялись пару лет назад, вместе с тысячами других Хамас, которые были в тюрьме. После того, как его выпустили, он послал лидерам Хамаса в Афгазии. Сегодня он организовал то, что произошло 7 октября, не только чтобы убить израильтян и послалить этот страх. Самое важное для него — это взять этих детей, чтобы он мог говорить против Израиля, против этих разных народов. Это он очень жестокий человек. Он обезглавил кого-то в тюрьме, потому что он думал, что они работали с Израилем. Используя... У него нет ни чуть-чуть милости. Это человек, который отвечает за Хамас. Он где-то под в госпитале. И они принимают пациента в госпитале, чтобы защищать себя. Катар — это неправильный человек, потому что они стоят на стороне Хамаса. И они обманывали Израиль. Какая страна обманывала Израиль и Катар? Но эту группу, это одна армия Библии. Библия, одна армия в мире, которая убивает своих людей. Они вообще люди в Газе. Они используют это, чтобы защищать себя. Многие используют свои вещи, чтобы защищать людей. Они используют людей, чтобы защищать свои оружия. Не только они убили еврейских людей 7 октября. Они всех убивали. 35 с Франции, 33 с Тай, 31 с Америки, 21 с Украины, 19 с России, 12 с Британии, 10 с Германии, 9 с Аргентины, 6 с Канады, 5 с Романией. 3 итальянца, 10 с Белоруссии, 1 с Белоруссии, 1 с Чили, 1 с Камандии, 2 с Израиль и Хангарией, 2 с Мексиканца, 1 с Нидерландии, 1 с Украины, 1 с Украины, 1 с Украины, 1 с Украины. И они убивали этих людей так же. Эти аттамасы, они как животные. Мы пошлем 100 миллионов долларов, чтобы поддержать газу. Это было бы хорошо, но одна проблема. Подумайте о банке. И есть тот, кто крадет деньги из банка. И они используют этих людей. У них так же есть заложники. И они просят еду. Это не заложники, которые получают эту пиццу. Это те, которые воруют эти банки. Это что сейчас происходит? Люди с Казы ищут еду и воду. А Хамас, у них очень избыток всего. И этот Ахамас говорит, мы все себе заберем. Это одно, чтобы привезти полицию. А другое, чтобы полиция правильно действовала. Кто помнит талибан, которые избавились от них в 2001 году? Знаешь, вы их опять пригласили в 2021 году. Они опять убивают женщин. Эта фотография была сделана в 2022 году. Они очень рады, что они возвратились. Почему? Вы знаете, талибан так рад возвратиться. Потому что мы дали 7 миллионов долларов, связанных с войной. После того, 7 миллионов долларов этого оружия. Это самолеты, танки. Талибан теперь возьмёт для себя всё, что Соединённые Штаты отдали. Мы дали 7 миллионов долларов оружия. Этот человек, он отвечает за защиту. Потому что, и так не забывайте, это от обыкновенных людей дают военным. С чем вы думаете, это связано, как это сравнить с этим 7 миллион денег, которые было дано на это военное оружие? Израиль сказал, что он отдаёт эти пыли людям, тот, кто отвечает за этот город. И это произошло, это стало как-то дипломатический момент. И это было показано Джо Байдену, что это будет использовано против его страны. И Соединённые Штаты сказали, что они не будут давать больше этой стране, если они будут давать эти пистолеты к обыкновенным людям. И если их будут отдавать на этих... И они сказали, что эти разные пистолеты, что они за удивлены в Соединённых Штатах, даже там они не любят, когда у людей есть эти пистолеты. И они готовы дать это военным людям, пистолеты, но они не хотят, чтобы обыкновенные люди имели это. И вы знаете, есть разделение между тем, кто слева и справа. Но в Израиле они работают, чтобы это всё прошло. Государство Израиля, они готовы все свои разницы отложить на расстояние. Самое главное, это люди. Они сказали, что они готовы защищать. И есть две тысячи мужчин, которые готовы присоединиться к этой армии, чтобы защищать, хотя они никогда раньше не были в армии. Итак, политически, религиозно, когда они собираются вместе, мы видим это разделение в демократии, даже об этих разных правилах Израиля. Те, которые за Израиль и за Палестин, они это разделение. В GOP написано, нам надо беспокоиться о нашей стране, не о Израиле. И это разделение не только тех, которые демократы, но также республиканцы. И Антон Блинкен, он из Израиля, и он говорит, и смотрите, сколько подняли, подняли к Сунируку, чтобы сказать, что против войны. У меня есть роль для этого. Очень много говорят об этих 6 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты должны, чтобы могли обеспечить этих людей. И что я сказала, когда я спросил об этом сегодня? Джон Креби, его спросили, мы это слышали сами, это кто отвечает за эти деньги. Он сказал демократам, что они не дадут эти 6 миллионов долларов. И это было то, что республиканцы любили об этом говорить, что они поддерживают это. Я могу вам сказать, что она сейчас сидит в банке и что еще ничего не потратили. И даже если бы они использовали это, это дали людям, которые могли купить еду для медицины и потом дать Иран, чтобы там поддерживать людей. Еще важно понять об этих 6 миллионов. Это была гарантия для тех, которые были взяты в плен. Нет доказательств, что Иран был задействован этим. Мы знаем, что Иран поддерживает Хамас и дает им деньги. Были те, которые сказали, что Иран помог планировать это. Но чтобы ставить свои пальцы и быть задействованы в этом. Но сейчас Хамас сам. Иран и Израиль все сказали, что нет доказательств, что Иран задействован в Хамасе. Здесь Израиль, Иран, который получает 6 миллионов долларов от Соединенных Штатов. Они сказали, мы дали, это банк. Они держат и не дадут Ирану. И дальше перейдем. Вот Хамас, они проводят через Израиль. У Израиля была хорошая граница, и вот они приходят с неба, с моря, и они нападают на женщин, на детей. Но проблема в том, они думают, что это время мира. Это не было время мира. Это было время войны. если мы не знаем, какое время мы живем, это произойдет с нами. Мы открыли наши границы. Мы даже не защищаем нашу границу. люди из Индии. Они входят в Соединенные Штаты нелегально. И вот с левой стороны вот это китайские мужчины, которые могут даже воевать. Это всего мира. Соединенные Штаты сказали, что 2000 китайских людей пришли этой границей в 2022 году. Первые пару месяцев в 2023 году мы увидели 4300 больше людей. Байден сказал, что 1.7 миллиона мигрантов они встретили в 2021 году. А два раза больше было в 2022 году. И больше еще ожидается в 2023 году. И 2200 иммигрантов Китая пришли в Америку от января до марта. И вопрос, который мы спросим, почему они сюда приходят? Может, некоторые ищут лучшую жизнь. Но есть те, которые беспокоятся о нашей безопасности. Потому что есть те люди, которые могут воевать, которые из Китая приходят. Он отвечает за защиту в Америке. Он сказал, 600 тысяч легальных иммигрантов, которые убежали от тех, которые отвечают за закон. Они теперь в нашей стране. Вот Барейн, Саудия-Аребия, вот Иран, вот Катар. Соединенные Штаты и Катар решили не отдать Ирану 6 миллионов долларов. Но перейдем к этому. Катар показывает поддерживать эту группу Хамас, и чтобы показывать эти картинки, которые сравнивают Германию и Палисию с тем, которые напали на них нацисты. нацисты. Есть эта группа, которая может влиять на нашу безопасность. Они сказали, что есть 10 тысяч людей, которые их рисовали на нашей границе, и потом они как-то подозрительно себя вели. И информация, которая одних показали, что есть 6 тысяч людей, которые сказали, что они хотят воевать или как-то против Америки. И это очень подозрительно. Это все произошло недавно. И эти люди были в Афганистане. 6 тысяч людей с Афганистанца, 3 тысячи людей с Египта, 600 людей с Ирана и 500 с Сирии. Теперь те, которые отвечают за деньги, это что эти будут контролировать на тех, которые отвечают за эти деньги в Амазе. они сказали, что 10 этих групп Хамаса и те, которые отвечают за деньги в Азии, они от Судана, с Турки, Алгерия, из Катар. Они секретно поддерживают Хамас, и это Катар, это отвечает за все это, и это все связано с Ирана. Он отвечает за Хамас, и он знает, как эти деньги... Две люди с Ирана. Давайте посмотрим на этот ролик. Теперь эта граница это небезопасно. очень много красных флагов. Добрый... Это Фокс не сможет сказать. Первые 14 дней этого года были два люди из Орана, которые прятали информацию. Может, они как-то связаны с этими террористами. И теперь они могут как-то ставить нашу страну опасность. Они рисовали этого мужчин из Ирана. Как вы сейчас смотрите с этим иммигрантом, эти под мостом и в этой местности в воскресенье еще рисовали два человека с Ливана. Это все люди, которые беспокоят людей здесь. особенно с другими иммигрантов в Ньюзуэлла. Это беспокоит очень много людей, потому что они беспокоятся, что теперь это хранится в безопасности. Особенно, когда мы смотрим, что происходит в Израиле. Мы принимаем столько людей в эту страну. мы даже не знаем, кто эти люди. Я вам скажу, первые 14 дней тех, у нас было 30 Ирана, 60 в Сирии, 35 из Пакистана, 285 в Афганистане и 100 из России. и 2000 людей из Китая. Это последних 14 дней. Итак, вот Хамас. Кто отвечает за их деньги? Здесь мы видим, что президент Катара вместе с Палестином и кто отвечает за Хамас и не встречается вместе. Катар дал тысячу долларов Хамасу последних десятилетий. Он помогает этой группе, чтобы они росли больше, чтобы они убивать людей в Израиле. Катар хочет, чтобы мир подумал, что они честные, что хочет отпустить те, которые были взяты в газы. Но это он хочет поддерживать террористов. потому что он хочет поддерживать Хамас. Это почему сын Хамаса. Забудьте о Катаре. И мы дали 6 миллион долларов, чтобы они дали Иран. Мы подумаем, что не дадут Иран. Он был из тех, которые образовали Хамаса. И вы знаете, кто это? Это его сын, который сейчас будет в Хавре с Ятли. Бог его спас, и он стал верующим. Это сын Хамаса. Это человек, это кто отвечает за Хамас, который планировал, что произошло 7 октября. Это его лицо, это кем он является. Сын Хамаса, он сын, тот, кто образовал Хамас. И мы видели ролик, как он говорил. Проблема в том, Хамас контролирует Америку, Южную Африку, Европу, и если они выбрасывают Израиль в море, они будут рады. Они хотят, Израиль существовал. Если это было политически, оно было об земле, но это религиозно, и поэтому они хотят полностью собить Израиль. Не знаю, почему государство такое неразумное. Это не про землю, это не про политики, это про религиозный ислам, и это до смерти. Вы не можете торговаться с человеком, который убивает детей. Итак, что неправильно с нашими университетами? Катар пожертвовал 130 миллионов к университете из Виргинии. Один Волем до Корнелл, 700 миллионов в Техас А.М., 740 до Корнинги Милон, потом 700 600 Джоркстраун университет, 600 в школе, те, которые пишут журналы. Потом они будут учить то, что Катар хочет, чтобы они учили. Здесь университет Вашингтона и Джоркстраун те, которые уважают те, которые убили 1300 израильтян. Из-за этого евреи плачут. Студенты в школах поддерживают эти атаки в Израиле. Эта Хамас атака продолжается. И за Палестин. Они происходят в университетах, которые многие не могут понять. Университет Калифорния даже готовы дать дополнительные оценки для тех, которые будут выходить против Израиля. евреи. Вы знаете, почему есть это против евреев? Даже было 3500 студентов и они сказали против этой кафетерии, которая только служила еврейской еду. Они сказали, что 18 до 24 лет они верят, 1200 людей, которые были в Ветеш, это было все правильно. Много студентов в хай скул, они вышли, чтобы поддерживать Палестин. Есть другая школа, которая хотела участвовать в этот ход для Песина. Это 25 октября. Это происходит в высших школах, когда говорим, какие наши мудрые дети. Они сказали, что уже не будут требования такие высокие, потому что все проваливают. И теперь все будут получать сертификат. в Орегоне решили, что если просто можно читать, писать, математику, это что будет требовать, чтобы закончить школу. Европа, Америка, они празднуют атаку против Израиля. Придет ли октябрь 7 к нам Америку? Снизу написано Трудно ли представить, что участвовать, когда празднуют террористов, чтобы это может скоро прийти к тому, что они сами начнут нападать. Но это все от деньги. Особенно в университетах. Они хотят деньги. И потом они используют эти деньги, чтобы в основном, если вы видите, что ребенка нет, кого-то забрали. Вот этот маленький мальчик, которого похитили. Хамас похитил 30 детей. Это девочка, которой 4 лет. То, что я имел на прошлой неделе, чтобы вы могли это люди, ставили на эти вокруг Соединенных Штатов, чтобы сказать, что эти дети были похитены. Но есть те, которые забирают эти таблички. Есть то, что глубже. Мне 4 минуты осталось. Я думаю, я смогу это сделать. Луки 21. Когда я сказал им, восстанет народ, а народ одна группа против другой группы, и царство на царство, будет большое землетрясение по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, великие знамения с неба. Будет великие знамения в небе. И продолжает. Будет знамение в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумения. И море шумит и возмутится. Что я думаю очень интересно, 37 по 39 стих, когда Христос воскрес из мертвых, они подумали, что они видят какого-то духа, но он сказал, почему вы беспокойтесь, есть. Вот мои мысли входят в сердце ваше. Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Остяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. Иоанна 20, 27. Смотрите, мои руки. Я думаю, что это интересно, что NASA показали, что телескоп показал, что это руку и что она там есть этот прокол посредине. Я думаю, что они обнаружили. Также есть этот комет, который идет к земле, и оно станет сто раз подойдет к земле. Вот, когда оно подальше, и каждые 71 лет оно будет самое близко к солнцу 21 апреля 2024 года. И оно находится в констелляции дракона. И 21 апреля это Пасха. И здесь в этом констелляции дракон и это напоминает мнение стих. Плохо тем, которые на земле живут, потому что дьявол знает, что у него мало времени осталось. И так у него он сердит. исход 17-16 после что будет эта битва от народа до народа. На следующий день я покажу эти знаки на небе, которые показывают нам, что произойдет это время. одна минута осталась. Давайте встанем. Наша сердце Насар, я так благодарю тебя за всех, которые здесь присутствуют, что они имели глаза, чтобы видеть, сердце, чтобы понять то, что давали нашему поколению. Ты сказала, что поколение, которое вышло из Египта, они были поколением неверой. Ты сказал, что поколение, которое ты родился, это поколение неверы. И ты спросил, будет ли вера на земле, когда ты возвратился. Я прошу, чтобы ты дал веру тем, которые здесь присутствуют. И мы знаем, что мы получаем великую веру, только когда мы разрабатываем это. Я прошу, чтобы они искали тебя всей силой, душой и сердцем, потому что они твои дети. И ты сказал Аарону Бласа, ведь, облазови тебя Господь и сохрани тебя. Да, призвит на тебя, Господь, светлым лицем своим. И помилуй тебя. Да, обретит Господь лице свое на тебя и да себе мир. Самое это прекрасное имя. Аминь.